А сразу после Дня неизвестного солдата, россияне будут отмечать еще одну памятную дату, День Героев Отечества, который традиционно празднуется 9 декабря. Журналисты нашего телеканала подготовили цикл сюжетов о курянах, чьи имена навсегда вписаны в историю. И в этот раз речь пойдет сразу о двух наших земляках. Народном ополченце Филиппе Меркулове и его 11-летним сыне. Они погибли, защищая Курск, 73 года назад. В октябре 1941 года основные военные ресурсы были брошены на Москву. В свой город куряне были вынуждены защищать силами народного ополчения. В числе самых юных защитников города 11-летний Стасик Меркулов. Он учился в нашей школе, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война. Его отец Филипп Григорьевич Меркулов был в составе ополченцев Курской области. И Стасик попросил взять его с собой в бой. А ведь Стасик был совсем еще ребенком. Что он мог делать на оборонительном рубеже? Оказалось многое. Подносил отцу пулеметные ленты и бутылки с горячей смесью, передавал сообщения другим бойцам. 2 ноября 1941 года, когда стало очевидно, что Курску держать не удастся, был отдан приказ об оставлении города. И вот наши ополченцы начали отступление. Филипп Григорьевич Меркулов остался на позициях. Он прикрывал отход отступающим. С ним остался его сын Стасик Меркулов. И вот в ходе очередного боя Филипп Григорьевич Меркулов был убит. Стасик Меркулов получил ранение в живот и ноги. Последние часы жизни мальчик провел в сарае у людей, подобравших его с поля боя. Они же сообщили родным о том, что произошло. Эльмира Кушенко, сестра Стасика, рассказала, как мама собиралась идти искать мужа и сына. И как к ней на улице обратился незнакомый мальчуган. Похоронили Стасика вместе с отцом, тайком от немцев. Эльмире Филипповне на тот момент был всего годик, так что об этом она узнала позже, рассказала мама. А потом останки Меркуловых перенесли на кладбище у мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны. А Стасику Меркулову присвоили звание почетного часового поста номер один. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ.